привет друзья с вами вами я продолжаю проходить enter the gungeon и не помню кем я играл в прошлый несколько раз так что пусть будет пилот надо уже научиться играть давно надо бы уже научиться играть но все же также надо уже определиться с управлением и перестать его менять чтобы я помнил что у меня что у меня на какую кнопку это бы неплохо помогло что мне тут нужно сделать 21 кого-то там то есть все еще нужно кого-то убить окей я могу конечно посмотреть здесь что это за враг может быть это мне поможет это это боссы наверно это враги снайпер не ясно это все возможно нет и не скелет и не эта хрень ну возможно я что-то пропустил призраки какие не да призраки понятно могу ли я что-то купить на свои 8 монет на свои 8 монет я могу купить кровавые глаз или повязку на глаз повязку я куплю не знаю что она делает но вроде я видео инфу что она полезна где-то когда-то не уверен может быть она реально полезна пилота я все еще считаю по сути лучшим персонажем потому что за пилота я могу иногда хотя бы получать что-нибудь полезное из всяких деревянных сундуков и синих сундуков которые я бы ну в альтернативной ситуации просто расстреливал я по крайней мере больше шанс получить у них что-то полезно стартовое оружие кажется хрень но стартовое оружие она играет хоть какую-то роль только на первом уровне если вы на втором уровне пользуетесь стартовым оружием то вы что-то делаете не так или вам очень не повезло и вы не не нашли на первом уровне другого оружия так что это не важно пассивки пилота больше боезапаса это полезно и второй активный предмет это тоже полезно и дешевле цены в магазинах это тоже полезно то есть три хороших пассивки плюс хороший активный предмет но хреновое стартовое оружие которое опять же она у всех хреновая то есть пистолет у морпеха это самое лучшее стартовое оружие но он все равно хреновый его все равно бессмысленно использовать дальше первого уровня окей и тут будет какой сундук тут будет деревянный сундук естественно которыми не получится открыть окей если у меня и второй сундук не получится открыть или он в нем не будет хорошего оружия то я рестарту это намного более адекватный вариант чем пытаться пройти босса с этим пистолетом и даже у остальных персонажей то есть у охотницы да у нее есть полезный бонус в виде дополнительных предметов иногда дополнительных дропов иногда это очень хорошо но кроме этого ее арбалет довольно так себе ее пистолет конечно опять же хорош но это все равно стартовый пистолет его все равно нет смысла использовать дальше первого уровня и у у преступницы вообще нет пассивок никаких у нее два стартовых оружия которые оба хреновы и у нее коктейль молотова который тоже так себя так что преступница это на мой взгляд а не не у нее есть же пассивка у нее есть фигня что при получении урона она повышает свой урон это как бы хорошо в том плане что оно сильно повышает урон но это не та игра в которой стоит получать урон когда либо так что в этом плане довольно плохая пассивка так что преступница наверное худший персонаж морпех ну бонус к точности и скорости перезарядки окей это нормально но это не что-то особенно выдающееся и собственно все больше персонажей у меня пока что открытых нет есть еще по моему два секретных персонажа это даст мне один какой-нибудь положительный эффект и один отрицательный эффект рандомно ну у меня уменьшилось количество пустышек и оно дало мне синий сундук закрытый синий сундук опс это та кнопка ну я открыл этот синий сундук и получил хламопушку и у меня есть хлам так что она она что-то полезное делает проблема в том что она что-то полезное делает ядом мне не нравится это оружие ау тупой стол да но мне настолько не нравится что я из-за него получил урон два раза только что в простейшей просто комнате так что я его скорее всего либо там продам торговцу либо сдам его либо еще что-нибудь подобное ну хотя вот в этой ситуации она наверное хорошо еще один синий сундук ладно этот я открою так да подушка это намного круче подушка это уже действительно неплохое оружие может быть не самое лучшее но неплохое ну я могу открыть секретку но у меня она скорее всего ничего не даст сундук на мне заспавнился противогаз дышите глубже что делает противогаз предохраняет от урона ядом полезный хоть и страшноватый на вид предмет экипировки универсальный размер окей тогда эта хлама пушка намного полезнее и мунг яду делает ее адекватным оружием по крайней мере я себя не могу с ее помощью убить это уже огромный плюс так что посмотрим вполне может быть я буду ее и дальше использовать скорее всего на боссах она не очень хорошо хотя разок выстрелить можно нет поэтому нельзя поэтому боссу нет никакого смысла стрелять с хлама пушки потому что он лет он летает и он не получает урона от это не та кнопка ну ладно слишком близко босс нафиг все а чёрт у меня не пустошки еще одной потому что я одну зря потратил но увы надо было просто перекатиться а не пытаться встать между этими выстрелами чтобы они в меня не попали ну когда слева меня этим расходящимся кругом попало ммм дегал он вроде как говорили чарджится в комментариях нет да заряжена о да окей это хорошо двух ключей там конечно нет такой цене по которой я смогу их купить я куплю один ключ на следующий уровень я не куплю ледяную бомбу я пойду на следующий уровень смотреть что там происходит ну первый уровень был не супер удачен но хотя бы я пару нормальных пушек нашел и предметов с этой стороны этот зал проходить намного проще а блин мне в центр надо тогда не проще какого хрена тут вообще выход в центре нет этого врага невозможно отравить нет возможно конечно но с трудом ноль ммм окей и окей и окей отмычка не помогает Наверное, имело смысл просто открыть Этот сундук руками Потому что в нем там, ну не сундук, а дверь Потому что там помимо сундука еще и сердца были То есть я бы восстановил к себе жизнь И еще и открыл, может быть, сундук отмычкой Ладно Бывает Дигл какой-то довольно слабый, даже полностью заряженный Да, хорошее оружие Наковальник стреляет наковальнями Очень дамаговыми наковальнями, которые еще и станет фрагов Да Слишком мелкая комната для того, чтобы ворачиваться от всего этого говна Хотя, когда они быстро летят, они не настолько хороши, как когда они очень медленные Как ни странно Потому что когда они медленные, они часто по нескольку раз успевают замаживаться Если бы хлама пушка оставляла лужу яда там, куда она попадает Она была бы полезнее В разы полезнее Потому что сейчас она создает яд по краям комнаты Где он обычно не настолько нужен, по крайней мере Сойдет Жизнь Жизнь тоже сойдет И последний выстрел хлама пушки Ну вот да Как от этого всего вернуться? Каким-то образом я смог Да, Диггл с полной зарядкой стреляет хуже, чем не с полной зарядкой Ну в том плане, что он, конечно, не хуже стреляет Ну зайду сразу Но смысла в этой полной зарядке довольно мало Потому что ДПС выше, если стреляете чередями Ну Без зарядки А, да, мне же пофигет А! Черт Какого хрена? Это не то, как она стреляет своими этими чередями Я даже не знаю, чем мне ее нормально убивать Окей Ну что, умру на горпушке? Видимо, да Если она так Если она так криво будет стрелять Огненная рука И всякая хрень Огненная рука Довольно так себе оружие Хотя против обычных мобов, наверное, сойдет Проблема в том, что она почти не дамажит Она поджигает И враги потом горят Да Но дамаг от попадания Абсолютный трэш Ммм, почему бы и нет Да, как вы удачно заспаунились, чуваки Не понесла ущерба 18 Да, держи, 18 Ммм, я постараюсь Все Это было очень просто Ледяное сердце Плюс одно сердце И я При получении урона Стреляю во все стороны Ледяными выстрелами По-моему, так И тупой деревянный сундук Который еще и не откроется Не знаю Делает ли это хламопушку лучше Я знаю, что ее хлам В принципе, должен делать лучше Но я не знаю Первая единичка хлама Или вообще весь хлам То есть Чем больше у меня Тем больше эффективности Окей Вроде ядовитых выстрелов Столько же, по крайней мере Чем еще я могу ее сделать лучше Я понятия не имею Больше урона Не то, чтобы она Особенно много урона Наносит, в принципе Так что Не в этом ее смысл Ладно Что здесь меня ждет? Еще один деревянный сундук Синий Это чуть лучше Но все-таки У нас скраб Этот мощный вазер был разработан Для дробления лунной породы При ветер-реформировании То, что он тратит полусекунды На то, чтобы зарядиться Мне совершенно не нравится Ну, что поделать Что поделать Ключ я куплю Потому что на следующем уровне Ключ дороже И, собственно, все Привет, выход Ну, пока что Такая схема управления Которая у меня сейчас Мне нравится больше Чем стандартная То есть перекат на пробел Пустышка на правую кнопку Предмет на кью Я к ней еще не привык До конца Но нравится она мне больше Окей, урона эта хрень не наносит В принципе Это печально Этого, конечно, можно было ожидать Потому что у нее Так мало патронов Точнее, так много патронов То есть у нее было мало патронов Она бы как раз-таки урон наносила Афиг все Ну ладно Для таких вот трешевых комнат Наверное, сойдет Пока в них не спавнятся Синие шутганеры толпой Ну, тем более Половину патронов К ней я уже потратил Так что это ненадолго А потом я смогу ее сдать Куда-нибудь Или что-нибудь С ней такое сделать А, черт Так, какого хрена Окей, я сварю абсолютно все выстрелы Этого шутганера Магазин закрыт Это просто самая худшая Возможная ситуация Когда магазин закрыт Я, скорее всего, на него потрачу ключ Окей Но перед тем, как на него тратить ключ Я поищу сундуки Если здесь будет какой-нибудь там радужный сундук Или еще какая-нибудь хрень То я потрачу ключ на радужный сундук Или еще какой-нибудь хрень Очевидно О, нет Ну, к счастью А, к несчастью У меня не вовремя традиционно кончаются патроны Но, к счастью, эта хрень Этот зал достаточно большой Чтобы уворачиваться от этой хрени Этот зал недостаточно большой Чтобы уворачиваться от шутганеров Которых здесь слишком много Для такого зала Ну, этот немного получше Хотя для этого зала тут тоже слишком много шутганеров О, нет Ааа У меня, в принципе, нет нормального оружия. Это проблема. Так, я... Блин, там еще и телепорты нигде поблизости нет. Я ненавижу тот факт, что телепорты не в каждой комнате. Потому что иногда спалнится вот так вот четыре комнаты подряд без телепорта, и в одну из них мне нужно. Я открою магазин. В магазине должен быть ключ, вроде бы. Потому что там, то ли если у меня нет ключа, там продается ключ, то ли если я не нашел ключ на этом уровне, что-то типа того. Снежкометы, маленькие буквы R, это и то, и другое хрень. Карта, это абсолютнейшая хрень. И туда я вернуться тоже не могу, потому что там тоже 15 комнат без телепортов. Ненависть. Просто ненависть. Вообще, надо было сначала найти еще один сундук. Может быть, он более крутой, чем этот. Может быть, и нет. Хм, пустышка. То есть у меня все-таки будет на боссе две пустышки. Ладно. Хм, тоже зеленый. Тоже зеленый, это довольно хорошо. Учитывая, что опять нигде в ближайших трех километрах нет порталов, я его попытаюсь вскрыть от мышки. У меня получится. И я получу судью. Окей, судья, это хорошее оружие для зачистки обычных врагов. Очень хорошее. У меня все еще нет ничего совсем хорошего против боссов, потому что, ну, наковальник он... Окей, против боссов, может быть. Но не супер. Ничего реально хорошего на боссов у меня нет. Естественно, на этом уровне осталось только босс, и у меня одно сердце, так что я на нем умру. Наверное, имеет смысл купить сердце. Чтобы получить небольшой шанс не умереть на нем, и, в принципе, наверное, имеет смысл купить и половинку сердца. Я потратил все свои деньги, конечно, на это. Потому что сердца охрененно дорогие. Но, тем не менее. Так. Иди-ка ты на их, похотинец. Он выжил? По-моему, он выжил. По-моему, я слишком поздно нажал перекат. К сожалению, танк нельзя отравить. К счастью, я иногда стреляю взрывчаткой и сбиваю его выстрелы. Ну, где-то там еще один... А, нет, уже не еще один бомж. Черепаха полезна. Но это, в принципе, довольно легкий босс, если просто бегать по периметру карты. Я от одного выстрела не успел увернуться, но я именно не успел увернуться. То есть я нажал пробел в тот момент, как я получил урон. Хм... Это для меня блазер. По-моему, он у меня уже был. Усовершенствованная винтовка для армии Емони в основном используется в элитных частях солдатами-людьми, а боевые роботы Емони, да, оснащены более совершенным оружием. Оно у меня точно было. Почему я вообще хочу патроны? Я не знаю. Хлама пушки. Ну, на удивление, ситуация не суперплохая. У меня много жизней, у меня есть какое-то оружие. Не то чтобы особенно хорошее для боссов, но... Для обычных уровней, по крайней мере, есть нормальное оружие. Может быть, я на этом уровне найду хорошее оружие. Так. Да. Стены. Профиг. Я получил урон, чтобы всех убить. Я традиционно пытался пойти вправо до того, как я дошел достаточно высоко вверх. То есть я шел вот так, потом... Начал идти вправо, когда как бы мой персонаж уже визуально за стеной, но на самом деле нет. То есть вот здесь вот я могу идти вправо, на один пиксель ниже я не могу идти вправо. Из-за этого я получил урон в этой комнате. Ну, в первый раз. Во второй раз я получил урон, потому что я первый раз получил урон, и просто я этого запаниковал и зашел в ком в узкий коридор с огромной толкой врагов. Это не очень хорошо закончилось. Привет, призрак. Зря ты так спавнишься рядом с взрывающейся фигней и стреляешь по ней. Окей. Да умри уже, маг. Ура. Блазер этот... Не уверен. Наверное, он окей. Дамаг у него низковат за выстрел. Но в остальном все норм. К шути у меня маловато патронов. Спавница тут всякая. Так, я думаю, мне нужно вот это. Я думаю, мне нужно в дальнейшем это использовать в качестве основного оружия на этом уровне. Да. Неплохо получается. Патроны быстро кончатся, но все же. С этим я не хочу связываться никогда и никак. Без полета. Да, там не нужен полет, я знаю. Без полета там нужно 40 минут времени. Привет, мимик. Ну, я не потратил на него ключ. А, и что это? А, тройной арбалет. Ммм. Он, конечно, юзабелен. Откуда у меня проклятие? А, не успел перекатиться. Такой все-таки тут странный тайминг перекатов. Как бы... Я привык в Dark Soul сжать перекат в последний момент. Здесь это не работает. Здесь, если я жму перекат в самый последний момент перед тем, как я получаю урон, я все равно получаю урон. Потому что перекат как бы не совсем мгновенный. Как насчет урон получить от моего выстрела в упор? А! И как насчет не игнорировать стены, которые должны быть укрытием для меня? А, это цел. Окей. Ммм. Наковальню или... Или что? Больше у меня ничего хорошего, в принципе, нет. Для зачистки обычных комнат уже даже. Привет, маг. Так, а, маг. Ау. Вот опять. Я уверен, что я уже был в анимации переката, когда я получил урон. Я не понимаю эту игру. Нет, к боссу я не пойду с одним сердцем. Возможно, вообще не пойду. Скорее всего, вообще не пойду, потому что я, скорее всего, умру где-нибудь до того, как я дойду до босса. Весело встали в ряд. Одеально. Наковальня их отталкивает, потом они разделяются, и она их догоняет. Призрак, иди нафиг. А! Ну... Комната пройдена. Я даже не знаю, к чему мне нужны патроны. Допустим так. И тут что, вторая комната с предметом? Окей. Ракетные пули. Более быстрые пули, больше урона. По-моему, так. Нет, я хочу тебя спасти. Еще раз выкинуть твой шлем в пропасть. Жизнь я нигде получить не могу. Магазин, скорее всего, за следующей комнатой. Проблема в том, что следующую комнату я, скорее всего, не переживу. Я рискнул. В любом случае, ключ, скорее всего, у босса. А босса я, скорее всего, не убью. Э, нет. Окей, он исчез. Это хорошо. Окей, эта комната пройдена, но эта комната была очень легкой, потому что я мог просто сидеть за углом и ничего не делать. Хотя я все равно почти умер в один момент. У меня, скорее всего, даже не хватит денег на половинку сердца, блин. Стоп. А, нет, это... Это этот чувак. Я надеялся, что я могу повыкидывать всякую хрень ради денег. Но, с другой стороны, ради денег, ну, куплю я вместо одной половинки сердца еще и доспехи. Какая разница. Просто амблеты амуниции, золотой амблеты амуниции. По-моему, амблеты амуниции что-то делают, когда я использую пустышки. Броня полезнее, чем половинка сердца. Так что броня, а не половинка сердца. Но, в любом случае, я не смогу убить босса. У меня нет оружия для убийства босса. У меня нет ничего для убийства босса. Правильно. Привет, смерть от стены. Или от столбов. Ммм, это... Ну как, это самый легкий босс, но он все равно меня убьет. Ау. Да. Особенно вот этим самодельщимся выстрелом. Он визуально смотрел в ту сторону, а вылетел выстрел вверх. Это... Как-то нехорошо. Но, тем не менее. Теперь я знаю, что он выстреливает не в ту сторону, куда он направлен в меня. Так что я знаю, что нужно уворачиваться, когда он этим стреляет. А не достаточно просто уйти от той стороны, куда он развернулся. К следующему разу я, конечно, это забуду, но все же. Ну, учитывая, сколько раз я почти умер там на первом, втором и третьем уровне, это был достаточно хороший ран. Но оружия у меня никакого совсем имблого не было, а без него я игру пройти не могу, видимо. И даже не то, что игру, а... Ну, хотя до четвертого босса я дошел без имблого оружия. С трудом, но все-таки. Ладно. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока. С вами был Ваймс.